В общем, что я сейчас делаю? Так как я хочу часть закваски отвезти к Кристине, ну, потому что там мы собрались хлеб печь, я возьму даже форму с собой, зайдет, зайдет, и не зайдет, но не зайдет, потому что на самом деле все это просто. Я в банку, вот в эту, пересаживаю всю закваску, чтобы помыть свою банку. Я уже несколько дней просто пересаживала, и что делала? Забирала, но не мыла, помните, как обычно. Потому что растила для Кристины, часть оставить, и для себя. И еще что решила, сегодня буду печь не две булки, а одну булку хлеба, потому что две мы не успели съесть, мы не ели практически эти дни, так случилось, но свеженького хлеба хочется, потому я сделаю одну булку, и мне нужно будет, значит, 250, ну, 270 миллилитров воды, правильно? 550, 270 миллилитров воды. Холодной воды из-под крана в эту банку налью. 270, сейчас я прямо выпала еще всю свою закваску отсюда. вот таким образом. Прямо можно сказать, помою банку и раствориться закваской. До вечера у меня будет стоять хлеб, я, может быть, даже в магазин пойду семян куплю, ну, семечек обычно. у меня же рыбка в холодильнике, надо ее засолить, сегодня тоже это сделаю. Вообще, вот эти дни, получается, сегодня какое, 27-е, если сегодня 27-е, завтра 28-е, 29-го, я уже уезжаю снова. Мало времени осталось. Я бы еще, знаете, педикюрчик бы сделала, ну, потому что просто его надо сделать. Я же тогда, когда маникюр переделывала, не сделала. Не знаю, прям, как и быть. И успею ли я. Ладно, посмотрим. Вот в такие моменты бывает я хожу к мастерам, а потом, извините за выражение, снова плююсь, что сделали плохо. Вот так вот лень матушка наступает или времени нет, я думаю, схожу к мастеру и сделаю маникюр или педикюр. Так, запоминаю, сколько заразов. Представляете, только начинаю выливать и выключились весы. Долго не держала. 195, еще чуть-чуть. Должно быть 220 на одну булку. 245. Ну, что, отобрать 20 г. 225. Отлично. Есть, а эту банку сейчас замочу. Отсюда, я не брала вообще закладку, отсюда с этой банки с полной, которую перекладывала для Кристины, для себя, ну, возьму полторы ложки для этого дела, для одной булки. Ну, видите, даже с ложки не ушло. Сколько-то взяла, можно считать ложку. Полторы ложки так, наверное. Кстати, вот эта закваска ржаная, она очень липкая. Кинечная не такая, кинечная так не липнет, но, по крайней мере, ту, которую я последний раз делала. Кстати, я от нее избавилась. Знаете, почему? Все-таки ржаной хлеб вот такой нам заходит больше. А белый, который я сделала на закваске, мужу больше нравится без закваски белый. Он говорит, пеки на дрожжах, мол, белый, а на закваске черный. Это, ну, хорошо. На этом мы сошлись. Так что, от закваски пшеничной я избавилась. Ну, что я могу сказать? Она у меня стояла в холодильнике. И то, бы я ее убрала. У меня кофе варится, кстати. Ну, вот этот хлеб вне конкуренции. Вот просто вне конкуренции. Он очень нам зашел, и мы его любим, едим каждый день. Я даже себе не представляю. А, ну и вот, я сегодня одну булку испеку, а завтра, получается, снова буду печь, потому что 29-го я уеду. Это 6 грамм соли. и 8 грамм сахара. Кто-то сюда кофейной ложкой засунул свою ложку. Там кучу кофе, елки-палки. Вот любят запихать. Правильно, люлясов с утра надо дать. Высыпали. Читаю в инстаграме, в тиктоке, говорит, она 100% что-то не договаривает, что-то она добавила в закваску, и потому у нее растет, у нас не растет. Ребят, мне вообще не жалко рецепт. Вообще. Я столько, уже сотен раз, мне кажется, рассказала про эту закваску, но что, мне проще, если бы у меня был какой-то секрет, то мне реально проще было бы его рассказать, лишь бы не рассказывать по сто раз одно и то же. Нет, она прям пишет, представляете, говорит, она специально не рассказывает, потому что у нее на самом деле там какой-то секрет, она с этим секретом вырастила закваску и вот сейчас кормит, типа, у меня не получается и все, хоть ты тресни. Смысл какой? Чтобы постоянно отвечать на одни и те же вопросы? Вообще, я не понимаю этих людей странных, ей-богу. Нет, говорит, она специально нам не говорит то, как она делает закваску. Как будто я от этого буду деньги иметь. Да мне вообще в радость, когда люди мне присылают, показывают, смотрите, какой у меня хлеб получился по вашему рецепту. Мне наоборот приятно, что у кого-то что-то получается и кто-то кайфанул от рецепта, а не то, что ходят люди и злятся, что у них не получается. Мне вот это неприятно, я что, должна еще и слушать, понимаете, я слушаю, вот по твоему рецепту сделала, не получилось. С одной стороны, это же не мои проблемы, я дала рецепт, но я не знаю, ну может там, не знаю, что-то не так сделали, потому не получилось. Но однако, мне тоже это как будто бы, я думаю, что человек сделал, потратил время, у него не получилось, он расстроился, мне его тоже жалко, вот так скажем, да, что вот он разочаровался. Но я ничего поделать не могу. Если у кого-то не получилось, то это не означает, что хреновый рецепт, значит, что-то не так, значит, может быть, надо поменять какие-то ингредиенты, там, вода не такая, мука не такая, ну я не знаю, ну что-то. Тем более, я говорила, если закваска прям вот намертво стоит и не хочет вообще расти никак, ну добавьте чуть-чуть сахара, даже это говорю, хотя по закваске, вообще в закваску сахар не добавляют, это я уже, знаете, точно так же у меня не работала, точно так же я злилась, думаю, да почему, да почему не получается. Взяла щепоточку сахара, добавила первый раз и все, она как стартанула и пошла, поехала. Так, 150 грамм муки. Может быть, надо как раз-таки вот эту сахар, но вы же интуитивно понимаете, что можно сделать, чтобы закваска начала там, ну вообще в рецептах, интуиция же вам помогает, вот мне помогает. Бывает в рецепте нет, а я чисто интуитивно думаю, дай-ка я это сделаю. И получается, что как раз я угадываю, получается хорошо. 200 грамм белой муки. Ну тут прям вот сидеть мне, скрывать какой-то секрет, да что за бред-то, сивые кобылы. Для чего? Смысл какой в этом? Чтобы постоянно, бесконечно повторять одно и то же и рассказывать, как делать этот хлеб. Ой, кофе готов. Ура. Сейчас, погодите, у меня прям аж это, аж трусится все внутри, хочу кофе. Где моя чашка? За жутью хочу кофе. У меня аж сердцебиение. Говорят же, кофеманы, как наркоманы, нет? Брызгая его все стороны, продвела. Так, и молочишь. Солнце вышло. Ой, как красиво стало на улице, солнце вышло. Класс. прямо солнышко. Прямо солнышко. Друзья мои, я вам покажу. Кайфанит, и вы уже сомневаетесь. Солнце вышло. Посмотрите, вам видно? На домах. И вон, на детском садике, на домах. и небо какое стало красивое. Да? Сразу настроение другое. Скажите, как только солнце появляется, сразу настроение другое, хорошее. Ну, мне всегда так. У меня и без солнца, то оно бывает хорошее. Но когда солнце, это особенно. Особенно, когда летом глянешь. Солнце засветило, красота. Приятного гостяки. А вы знаете, мы в детстве готовили каждое утро одну кашу. Я, мне кажется, вам не рассказывала. И мне кажется, что не все досмотрят до этого момента. Но я все же расскажу. Вспомнила ее. Почему-то мне сейчас запах этого кофе напомнил эту кашу. В общем, мама у меня вычитала где-то, что тибетские монахи готовили кашу из пшеницы, ну, пшеничная крупа. Вы берете ячневую либо пшеничную. Не, наверное, ячневую все же. Ячневая, по-моему. На кофемолке мелите, перемалываете. Прямо почти, чтобы пыль. Да, ячневая, наверное. XS натягиваю на себя. Маленькие натягиваю. Посмотрим, как они в работе. Так вот, вы перемал... Ячневая все перемололи. Кидайте на сковородку, на сухую, без масла. Например, две столовые ложки. Это каждое утро перед школой я ела такую кашу. Каждое утро. Причем, я ее готовила сама, и я так привыкла ее есть, и я не могла не съесть, и без нее уйти в школу у меня было ощущение, что что-то не так. Это продолжалось очень длительное время. Потом, конечно, к старшим, ну там, к 10-11 классу я подзабила, видимо, и это уже ушло из моей жизни. Но, когда я была мелкая, я каждый день ела эту кашу. Пару столовых ложек вы перемалываете в кофемолке, кидаете на сухую сковородку, обжариваете до золотистого цвета. Она у вас становится прямо золотая, крупа, это поджаренная мука. Выкладываете ее в пиалу, в которой можно будет заварить. Завариваете ее горячей водой и кладете, чуть-чуть, можно, щепотку соли, все по вкусу, и кладете маленький кусочек масла сливочного. Накрываете, вот я это все делала, шла зубы чистить, умывалась, одевалась, приходила, и моя каша уже была заваренная. И я ела. Она получается густая, как к листер, похоже на вот это тесто, когда я его кладу в форму, оно реально похоже, вот такое, знаете, какой-то ложкой, прям черпаешь ее, и она сразу, ну, может быть, она не понравится, да, по вкусу, как будто бы, я ее не могу описать. Вот я сейчас сделала глоток кофе, и мне прямо всплыло детское воспоминание этого вкуса, этой, пардон, а шикаю, каши, она называлась, ну, я не знаю, правильно это название или нет, но мама сказала, что она называется ЦАМПА. Не знаю, это такое, сейчас вот я вспоминаю, это какое-то странное, да, название, но так она называлась, ЦАМПА, я не выдумываю. И типа тибетские монахи кушали, они могли взять там, ну, сколько-то, да, с собой зерен, и вот такая каша, как будто наполняла даже силами, как будто на весь день, если уж ее есть и больше есть нечего, то вот такую вот кашу она могла вас держать, в общем, в этом, может, это придумки мамы вообще, я не знаю, чтобы заставить меня есть с утра, она могла держать вас в тонусе, дать вам заряд, бодрости и энергии на весь день, как же вот у нас детей кормят, уже придумаешь все, знаете, с бубнами там пляшешь, лишь бы он поел, ребенок поел, и я не исключаю того, того, что когда-то может быть, это для того, чтобы я начала есть там перед школой, хотя на аппетит я никогда не жаловалась, ну, возможно, и так, но мне кажется, что все же эта история имеет место быть по-настоящему, что там кто-то действительно такую кашу варил, и раньше же в журналах во всяких нам рассказывали, интернет это не было, в журналах все вычитывали, в газетах, так вот, вот этот вот рецепт цампы, и долго мы его ели, и сестра моя ела, всегда мы перед школой ели, смотрите, прям густое тесто, сейчас водички буду формировать, воды добавлю, это густое, должно быть жижи, я его пока помешаю, так, мог чего-то больше добавить, муки какой-то, вот так, и я всегда помню эту кашу, если я вдруг не заварила, я даже, по-моему, в какой-то кружке заваривала, не в тарелке, а у меня была какая-то кружка, небольшого размера, но глубокая, я вот вы не заваривала, каждое утро ее себе, и обязательная процедура была, это с утра поесть эту кашу, перед тем, как пойти в школу, а я иначе не могла, прям густое, сейчас я буду, руками, с водой делать, даже под намочу его, знаете, под краном, чувствую, что оно у меня здесь, густовастенькое, такое быть не должно, должно быть пожиже, как будто пластилин такой, наверное, с водой я, так, там было 300 грамм муки той, и 400 грамм той, как получилось так, что у меня нос чешется, теперь от муки русской, как получилось так, что у меня такое быстрое тесто, непонятно, ну вот видите, густое тесто получилось, я просто соображаю, видела, ну вы же видели, какое у меня до этого было тесто, пожиже, я понимаю, что нужно сделать пожиже, я его просто беру, и воды добавила, и перемешиваю, пока оно не станет мне пожиже, ну просто, сообразить чуть-чуть, фантазию включить, и все, и все получится чуть-чуть посмотрели, подумали ага, что-то не так взяли, подкорректировали никто же за это не будет ругать это же ваша кухня, ваше дело все сделали как надо вот сейчас сверну колбасяру прям водичкой намочила хорошенечко прям до жидкого состояния, как обычно, доводить не буду посмотрим, что получится и пусть растет сейчас у нас время 10.47 11 до 8 часов вечера значит, оно должно у меня стоять это тесто и расти посмотрим, а вдруг вот это, что оно погуще будет глубоко красивее, правильно? может быть такое бывает случайно получилось потом смотришь итог еще краше, чем было до этого по рецепту, по-правильному только вот у меня теперь надо сделать верхушку красивую водичкой замазываю это тесто даже не важно, как вы его сформовали растянули или нет, тут не растянешь оно просто лежит по полу, вот такой кусочек сделан красивый и вы его уложите в свою форму и все оно как будто, я думаю, как будто пластилин потому что это ржаная мука, она совсем себя по-другому ведет если вы думаете, что как белая мука как белое тесто, у вас тут оно такое, знаете, податливое как будто там красивое можно булочки какие-то сделать ничего вы не сделаете, оно как пластилин не смазала хозяюшка смазать надо, потому что в прошлый раз, помните, у меня даже подприлипло маленечко потому что молодец сейчас ну ничего, XS вроде пока не порвалась, держится набирается набирается что ж, сегодня буду снимать все подряд вы меня простите, друзья правда буду снимать вот как есть все, дом 2 вас ждет если уж там что-то вам совсем не нравится перематывайте перематывайте следующее видео смотрите о все булочка моя готова так я ее оставлю чуть-чуть вот здесь вот приглажу чтобы она была покрасивше и теперь надо накормить закваску и на 2 банки ее я уже поскидала но сейчас, гляньте, от этого кофе быстренько припеклось прям все вот раз банка с закваской вот вторая банка с закваской вот давайте сюда ложку отсажу полторы есть это для Кристины будет вот такую же в верном у меня муж снова купил у Велка я ее кормлю я ее кормлю до этого была резаночка по-моему тоже хорошая три ложки и туда и туда добавлю потому что завтра у себя буду выпекать а чтобы когда к Кристине приеду чтобы у нее тоже можно было сразу взять закваску и печь ее закваску поставлю в холодильник а когда 29-го буду выезжать я ее достану из холодильника чтобы она была готова приедем туда здесь поставлю можно поставить ну и все и воды из-под крана бывает плюсну больше воды так я возьму муки добавлю сейчас меньше воды еще чуть водички надо это мощная уже закваска буквально через час-полтора она уже будет вся пузыриться потому что она уже такая мощь сюда только добавляй и пожалуйста все работает никаких проблем ничего с ней больше придумывать делать не надо и это такая же не если бы у меня тут кто-то в зоне доступа попросил бы Оля дай закваску я бы дала что мне жалко что ли ложка закваски ложка муки я вас умоляю легко пожалуйста выращивайте как вот мне говорят там это вы бы дали закваску мне одна девушка пишет дала бы дала бы дала бы конечно а что мне жалко закваски я вас умоляю как помните был кефирный гриб его продавали вот я хотела себе все кефирный гриб не могла его найти такой он выглядит разрастается я хотела себе кефирный гриб не могла найти в итоге нашла в интернете поехала его покупать я его купила ложку что ли потом он у меня как начал расти я его бесплатно раздавала на авито разлетела кефирный гриб отдаю бесплатно только заберите жалко было выкидывать а кто-то продает вот куда тебя приткнуть вот сюда все ее захваска стоит тоже готова хлебушек накрою надо порядок наводить в доме вчера я какой-то день у меня как будто выпал из времени я выпала из дня вчерашнего вот у меня булочка все друзья мои порядок будем наводить сейчас